Ганн представляет собственную притчу о камне. Совсем юным он встретил знаменитую провидицу. Она сказала, что камень может сделать его бессмертным. Он поверил ее предсказанию. С пылающей в сердце надеждой на вечную жизнь и с неоспоримой верой в свою удачу, начал он поиски этого волшебного камня и продолжал их долгие годы. Он женился и в любви родил на свет детей. С каждым новым днем счастье отцовства все сильнее расцветало в его сердце и озаряло лицо его красками радости и блаженства. Заботу о детях и ласку, которую чадо дарили своему отцу, ничто не могло ему заменить. Лишь камень так и не был найден, и это печалило его. Близкие видели его печаль, но не понимали ее причины, ведь он никогда не рассказывал им ни о пророчестве, ни о дарующем бессмертии камне. Его дети выросли. Они нашли свои призвания и обзавелись собственными детьми, но по-прежнему любили его, как в самом раннем детстве, когда они не знали слова «Бог» и слово «Отец» служило ему заменой. его жена была рядом, судьба, помощница, друг. Но мысли его все чаще обращались к камню, и он понимал, если он не отыщет камня, самые чудесные вещи в мире не пробудет в нем былого беззаветного восторга. Он состарился. Как и раньше, и как всегда, его семья была с ним единым целым – жена, дети, внуки, правнуки. Многие завидовали ему, не подозревая, что душа его десятилетия пустует вне истины, непознанное им, и без цели им не достигнутой. У него не было камня. На смертном Адрея недвижимый угасающим принял решение. Тихим, хриплым голосом, в котором ничуть не чувствовались давняя глубина и сила, он позвал жену и все ей рассказал. Она слушала его внимательно, а когда он замолчал, улыбнулась и провела рукой по его редким, жестким, седым волосам. Она хотела успокоить его не только улыбкой, но и словами. «Камней, дарующих бессмертие, не существует. Единственное и настоящее благо людское – это любовь к ближним и их любовь к тебе», – прошептала она, с неисчерпаемой преданностью в глядя на мужа. Но ее теплые и мудрые слова не коснулись его ушей. К тому времени он был уже мертвым. Под его подушкой жена нашла толстую рукопись и записку «Издайте», – прочла она. Родственники долго оплакивали его кончину. Как и все люди, они плакали глазами, но несравнимо более больно было их сердцам, слезы из которых не переставали лица еще очень долгое время. Вышедший после его смерти роман читали по всей планете. Миллионы восторгались его творением, смеялись над его шутками и грустили над его бедами. Загадка камня изменила не только его самого, но и всех, кто прикоснулся к ней со страниц его романа. Однако у любой загадки есть ответ. Скульптор сбросил покрывало с его статуи. Она была из камня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова